Громкое уголовное дело затрагивает не только мэра Ярославля Евгения Рулашова, но и людей из его команды. Утром все они были доставлены в Следственный комитет, в отдел по раскрытию особо важных дел. Яна Хромова следила за развитием событий. Уголовное дело в отношении мэра Ярославля и еще четырех человек было возбуждено еще ночью. И сегодня Следственный комитет озвучил официальную информацию об этом. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области возбуждено уголовное дело в отношении мэра города Ярославля Евгения Рулашова, заместителя мэра Дмитрия Донского, руководителя агентства по муниципальному заказу мэрии Максима Пайкаланина, советника мэра Алексея Лопатина. Они подозреваются в совершении преступления предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса, покушением на получение взятки, группой лиц по предварительному сговору, с вымогательством взятки, совершенной в особо крупном размере. Также следственными органами Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя, который подозревается в покушении на посредничество во взяточничестве. Это преступление предусмотрено частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 291 Прим. Уголовного кодекса. Все произошло в час ночи здесь, у офиса гражданской платформы. Путь в машине, в которой находился мэр Ярославля, преградил черный Мерседес без номеров. Сотрудники в штатском и подоспевшие из микроавтобуса люди в камуфляжах потребовали от Урвашова выйти из авто, пересадили к себе и увезли в неизвестном направлении. Утром стали известны обстоятельства уголовного дела. Мэр вину не признает, считает себя непричастным к данному преступлению и не совершавшим ничего из инкриминированных ему действий. Денег у него не нашли. В начале 11-го все фигуранты уголовного дела были доставлены в следственный отдел по раскрытию особо важных дел. Как стало известно, в это же здание приехали сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями из Москвы. Подступы к зданию усиленно охранялись, даже к входу никого не подпускали. Евгений Урвашов, находящийся внутри здания, дал комментарий нашей телекомпании по телефону. Те люди, с которыми я боролся за качество дорог, за качество уборки, сами написали заявление, будто бы целая команда из мэрии пыталась вымогать у них там деньги. Это называется покушение на взятку. Таким образом, человек, который... Это руководитель компании «Радострой», депутат «Единая Россия», «Шмельюр», который выигрывает постоянно в последнее время аукционы, и который выбирает плохо территорию, написал заявление. Ну, с какой целью? Это надо только догадываться. Мне кажется, это политическое давление, связанное с выборами 8 сентября. В офисе «Радостроя» на улице Свердлова, по соседству с «Единой Россией», тишина. Двери закрыты, никто на звонки не отвечает. Сотовый телефон Сергея Шмелева, депутата муниципалитета и члена «Единой России», сегодня не отвечал. Генеральный директор «Радостроя» Сергей Евграфов ситуацию не комментировал. Мне добавить нечего, кроме того, что идет по центральному телевидению, по всем каналам. «Россия-24», «Россия-1», «НТВ», везде идет эта тема. Между тем, русская служба новостей разместила информацию о том, что Сергей Шмелев признался, что написал заявление о вымогательстве крупной суммы денег. Евгений Урлашов задержан на 48 часов. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о заключении его по стражу. Яна Хромова, Михаил Орлов, Городской телеканал.